МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гомельщина разом с всей краиной рыхтуется цветковать День незалежности. 74 годы тому, 3 липеня, солдаты Червоной Армии вызвалили Беларусь. Свято-мироковичи по плане мероприемства будзе вельми цікавым. У программе есть акции «Святы за знакою першыню». Наприклад, конкурс бренда у кожный район в области вызначил то, чем он ведомый в Беларуси, и за мяжой. Для выбора претендентов у социальной сети в «Контакте» створили особую группу – переможцы по удельничею цю святочной выставе. В этом году День независимости реально особый праздник, потому что он проходит в год Малой Родины. И именно вот это стало главным лейтмотивом для праздничных мероприятий в каждом районе нашей области. И пронизано. Каждый район подготовил бренд своего района, своей Малой Родины. Я готова всех назвать, но самые такие интересные фишки – у Лоева легенда о Лоя. И, конечно, конечно же, это мемориальный комплекс о погибших в годы войны. Это и те интересные историко-культурные наследия, которые у нас являются нематериальными. В Ветковском музее у нас есть Неглевские рушники, в Чечерске музей хлеба. И каждый-каждый район имеет свой бренд. А в Светлогорске, как не назвать брендом, хор мальчиков. Бренд, который знает весь мир. У 10 годин ранецы у Гомеля программу святочного дня открыли шести ветеранов, прационных спортсменов и творчай молоди. Колонна пройдя по Советской до Площи Працы. Там у 10 годин-20 хвилин отбудется урочистый митинг церемония у складания кветок и вянков до братской могилы советских воинов и подпольщиков. С пляцовки побач с Медуниверситетом у 11.40 почнется инклюзивный пробег «Разом мы можем усе». У 11 годин на Площи Паустани стартует концертная программа «Свята вышиванки». Яна будет ладиться активистами Белорусского Республиканского Союза молоди. А половича отвертой ходины на центральном стадионе почнется концерт хоноровой гости Дня Незалежности заслуженной артыстки России Кристины Арбакайте. Цвяточные мероприемства разгорнутся во усих районах Гомеля. Гэта концерты, фестиваль вылечной культуры, выставы, детячие городки и аттракционы, интерактивные зоны, арт-пикник и город-майстроу. Кульминация урочистостей – акция «Спяем гимн разом». Яна почнется у 22 хаден и 55 хвилин во усих районах Гомеля. Завершить свята – фейерверки. Раритетные автомобили, сучасные байки и подарунки. Напередо Дня Незалежности гомельские энергетики провели традиционный автопробег. На этот раз я не наведали Ветковский и Добружский районы. У подорожья отправился и наш корреспондент Максим Савин. Стартовала автоколонна сплощадь Ленина у Гомеля. Курс взяли на Ветковский и Добружский районы. Менавито, гэты кутки Гомельской области выбраны не выпадково. Сё лето районы отзначают знаковую дату – 75-ти годзе вызволение от фашистских захопников. До гэты падея так само на доходящего Дня Незалежности и примерковали гомельские энергетики традиционный ретро-автопробег. Дяды и прадеды по автомобильных мерках упевнено переодольвали километр за километром, амаль стакилометрового маршруту. Забовязковыми припынками для кожного монумента и помника удельникам и ахвярам Великой Ачинной войны. До монумента ускладали кветки и вянки. Обовязковый пункт программы ретро-автопробегу – уручение подарунка у дитячим установам. Так у Ветковским центры творчества детей и молодей з'явились новые швейные машины. На середня школа номер один отрымала кабинет энергобеспеки. Это оборудованные стенды, это оборудованные специальные оборудования, которые будут нам буквально подсказкой во всём и методическим обучением по энергобезопасности. Это как неотъемлемая часть охраны труда. Выхованцы Добуржского районного центра додатковой эдукации не раз займали призовые места и навод перемогали у республиканских споборництвах по мотошматборьям. Кап-коллекция у знагород и кубка уросла, для их у подарунок от гомельских энергетиков новый мотоцикл. Мы гости сегодня, а в гости с пустыми руками не ездят. Конечно, мы всегда и сегодня то же самое. Мы детишкам дарим обязательно подарки. Мы никогда не оставляли без внимания наши детские учреждения. Детские школы, школы-интернаты, садики, домотворчество. Там, где занимаются дети и молодёжь. Всё летний ретро-аутопробег с Сёмой Поликой далёко не опошни. Мы это, якея гэтае мероприемство пераследуем. На гэта захаванне памяти о падеях и героях Великой Айчынной войны. Патриотычное выхаванне молоди николи не стратит своей актуальности. Я думаю, что у каждого живущего в Беларуси, их дедушки, бабушки, принимали участие в военных действиях, принимали участие в войне, самое тяжёлое для нас. И для нас очень важно, чтобы их память никуда не исчезала. И чтобы через нас, через наше желание показать это, через эти единицы техники, транспорт этот, через эту форму тех людей, которые принимают движение в патриотических клубах, чтобы люди это всё чувствовали, и это передавалось настроение не только нам, но и им. Максим Савин, Андрей Иванов, телерадиокомпания «Гомель», Леветковский и Добружский районы. По традиции, напереда Дни дня незалежности, простойники гомельской молоди собрались аля помника комсомольцам-подпольщикам. С привитальным словом до присутных звернулся Ростислав Тимофенко, сын одного из организаторов и керавников гомельского подполя у годы войны Романа Тимофенки. Имя героя носится одна из улиц областного центра. Ростислав Романович поделился с молодью особистыми уражениями военных годов. В 1941 году ему исполнилось 12. После разговора у дельники митингу склали к ветке до помника и ушановали память загинувших в Великой Чинной войне Хвилиной Молчанья. Очень отрадно, что наша молодежь не забывает о наших дедах и прадедах. И, конечно же, наверное, одно из самых главных направлений деятельности всего Белорусского Республиканского Союза молодежи как раз-таки патриотическое воспитание нашего подрастающего поколения. И, конечно же, мы будем прилагать все усилия, чтобы память о тех подвигах той великой, но очень страшной войны передавалась из поколения в поколение и не забывалась никогда. Прочистый митинг – знак подяки молодого поколения своим одногодкам, якие назавжды застались и юнаками, и девчатами. Героями, чая годы життя не набрали и двух десятков. До пустой головы руку не прикладывают. Экспозиция головных уборов военной формы открылась и у Гомельской областной универсальной библиотецы имя Ленина. У Вазина-Ведвальника у выставы представили каски, фуражки и кукарды розных часов, дополненные паштовками и марками армейской тематики с приватной коллекцией у Владимира Силича и фондов областного музея военной славы. Срод цикавых экспонатов так само можно убачить шлем пожарного 20-го стагодзя, буденоку и головные уборы военно-морского флота без казырки. Почас церемонии открытия гости выставы ознайомились с историей экспонатов, традициями створения экипировки, стратегичными и функциональными особенностями элементов униформы. В экспозиции представлены головные уборы царской армии Российской империи. Экспонаты, отражающие историю развития головного убора советской армии от революции 1917 года и периода гражданской войны, когда была принята знаменитая Буденовка, события Великой Отечественной войны, знаменитый солдатский шлем, шлемофон танкиста, солдатская пилотка, фражки офицерские. Экспозиция будет работать до 27 липня. В Гомеле волонтеры размалевывают стены новых корпусов областной детячей больницы. Это самый долгой чакан и быдавничный объект региона. У створения яркого обличия новой медустановой поудельничали 58 студентов, будучих архитекторов. Под обязанностью в наступном сюжете. Получилось, смотрите, вот ту картинку, которая перед этим была, вот на угол, да, и эти, если две вместе их соединить, можно посмотреть, что будет? Бурное обмеркование ярких планов студенты университета транспорта затверджают с медиками эскизы будущих картин. Малевать их будут не на полотне, а прямо на стенах областной детячей больницы. Два годы тому яе почали добудовывать и реконструивать. Зараз заключенный этап. А пошние штрихи до портрета нового комплекса вырешили додать студенты Гомеля. Активисты БРСМ. Сейчас мы рисуем цветочную композицию, и закончена она будет примерно через пару часов. Увоголи на одну композицию потребны некольки дзюн, спочатку накиды мелом и только потом за фарбы. Усяго колядоры и палаты установы проугожатся моль по сотне малюнков. Медики-особисты затверджали их колеры и тени, бо кожный из них мает свой вплыв. Головная мета с допомогой пылной палитры полепшить эмоциональный стан детяти, расслабить его перед болючей процедурой и оттягнуть увагу от стрессовых думок. Какие-то рисунки будут познавательные моменты, некоторые рисунки будут обучающие моменты, некоторые рисунки, конечно, прежде всего, это отвлекающая терапия. Психоэмоциональный комфорт необходим для ребенка, это будет, конечно, благоприятно влиять и на состояние ребенка, и на его выздоровление, и на его психоэмоциональный микроклимат. Усяго, в борьбе с больничным настроем отгукнулись и поудельничать 58 студентов, будучи архитекторы. Дата сдачи объекта наближается, тому працуют каждый день. И это при том, что зараз у их сессия. Выкладчики, глядяши на стараны студентов, вырошили уличить это при оценивании практики. Хоть для самих юнаков была и иншая мотивация. Это довольно-таки интересный процесс, который требует творческих порывов. И я думаю, что каждый человек, который внес какой-то вклад в эту больницу, будет этим гордиться. Новый комплекс занял 2,5 гектары. На их 3 реконструированные будинки и 2 новые корпусы. Открытие заплановано на этот месяц. Вероника Ворошилина, Ганна Ковалева, телерадиокампания «Гомель» при поддержке агентства «Телена Вин». В Рогачевском районе протягивается международный детячий лагерь «Миру и дружбы Крыничка». Он объединял около 250 подлетков с Беларуси и приграничных держав. Лагерры организованы суместно Гомельским областным отделением Беларусского фонда «Миру» и Рогачевским райвы «Канкамам». 26-ю его смену присвятили году Малой Радимы. На Малевничем березе в озеро с символичной назвой «Доброе» собрались школьники из Беларуси, России и Украины. За межные гости сюды приехали с Санкт-Петербурга, Курска, Смоленск, Орла, городов Московской, Бранской и Житомирской областей. Для команды «Дельниц» предугледжена насыщенная спортивная и культурная программа, фестивали творчасти и святы национальных культур, спортивные споборненства и интеллектуальные конкурсы, экологичные акции и миротворческие сустречы. Межнародный лагерь «Крыничка» что год проходит под девизом «Уймя миру, дружбы и добра». Капстерці национальные и мовные адрознени помежу дельниками и умоцывать непорушные славянские сувязи. А яшчэй он мае працовный аспект. Под наглядом старейших наставников дети учатся готовать ежу, колоть дровы и самостойно вести свой полявый побыт. За 7 дён лагерах это место для многих становится соправдной школой життя и одночасово выдатной пляцовкой для познания, реализации талентов и сустречы новых сябров. Я ехал с большим удовольствием, мне было очень интересно. Для меня это первый опыт. Все ребята здесь хорошие, добрые, отзывчивые, делятся своими впечатлениями. Первое чувство ностальгии, когда мы въехали, сразу вспомнили эти прекрасные моменты, когда все разом вокруг костра сидим, поем, мы не передаваемые чувства. Я не пожалела, что снова сюда приехала и, несмотря на плохую погоду, я только рада, что я сейчас находлюсь на этот момент саме тут. Завтра, в День независимости Республики Беларусь, отделники международного лагера приймуть удел в урочистых мероприемствах у Рогачеве. У Гобели пройшел областный этап конкурсу «Лепший начальник дежурной змены подразделения по надзвычайных ситуациях Республики Беларусь». У споборницей удельничали 25 переможцев районных этапов, что год таким чином оценивается узровень профессийной подрыхтовки вратовальников, який отдауся Гояшче и керуется сабовым составом подчас ликвидации надзвычайных ситуаций. Подрабязни далее в сюжете. Как претендовать на звание лепшего начальника дежурной змены Гомельской области, вратовальникам необходимо переодолить шесть разноплановых этапов. Первый – самовидовичный. У им конкурсанты демонструют должности подчас аварийно вратовальных работ на вышине. Вядома, каждый старается показать свой максимум. Однако тут немаловажную роль играют в опыт как профессийный, так и спортивный. У лидерах звучат на вратовальнике, яке удельничать у конкурса, не первый и не другой год. Все участники должны показать лучшие свои навыки и то мастерство, которое они приобрели за год. Многие, конечно, соревновались и в прошлом году. Есть участники, которые уже шестой, седьмой год подряд участвуют. Как правило, это обычно же они и призеры, и чемпионы, потому что с каждым годом ты набираешь все больше опыта и что помогает тебе в дальнейшем в остальных соревнованиях. Комплексное компьютерное тестирование по травой грунтовных ведов и максимальной сконцентрованности. Практичные задания, полная физичная отдача, умение працевать со спецобстолеванием и оказывать первую допомогу потерпелым в разных надзвучайных ситуациях. Проявить себе может каждый из конкурсантов, перемахчи только один. И до сего он повинен володать лидерскими якостями. Лучший начальник дежурной смены должен быть справедливым в первую очередь, уметь постоять за себя и за коллектив и принимать решения. Оперативно среагировать, поставить четкие задачи и добиться их выполнения. Кирилл Пинчук по выниках областного этапа конкурсу завоевал первое место. На другой приступце пьедестала начальник каравула пожарной аварийной выретовальной части номер 9 Гомельского городского отдела по надзвучайных ситуациях Станислав Селивончик. Буронзо у его коллеги с Гомельской ПВЧ номер 8 Виктора Аниськова. Миновитая представить нашу в область на республиканских споборництвах. До речи, у минулом годе выретовальники Гомельского региона по выниках командного залейку завоевали золото. Евгения Кухарона, Кихар Марышченко, телерадо, компания «Гомель». По узкому великий спорт у Мазыры провели забег у ползунках. Каля 5-10 малых спрачалися за перемогу на радость батькам и журы. У вынику призы, дипломы и глядацкие. Овации отрымали усе удельники потешного споборництва. Волейболистка Катярына Коноп лишь ведая спорту житти повинен присутничать с дятинством. Ее дачце Даша еще не могода, а ледя Учинка не только наведывая матчи зуделом мати, а лей сама ставить первые спортивные рекорды. На черговом забегу малую признали заправдным чемпионом. Мы пришли просто поучаствовать. Для нее это первое соревнование. Вообще у нас семья спортивная. Вчера я была с ней на своих соревнованиях прячется. Поэтому для нас это важно. Забег паузунков, ходунков и бегунков можно смело назвать самым позитивным проектом профсоюзной организации Мазирского нафтоперопрацовчего завода. Уже у четвертый раз в залах спортивно-техничного клуба «Старт» споборничают малые в возрасте от некольких месяцев до 2-3 годов. На самом деле мероприятие, которое вызывает интерес у родителей, у детей, несмотря на дождливую погоду, у нас сегодня было много участников. Четвертый раз мы проводим такое мероприятие, которое вызывает улыбки, восторг, веселье. Дети ползут, бегают, ходят и, конечно же, получают призы. Клопотливые батьки, бабули и дядули подрымливали детей от старту до финишу. Передоливать дистанцию допомогали любимые цацки, гаджеты и прессмаки. Нельга была упаусти, переходить або перебегать за руку с дорослыми, а перомогу часом забеспечивали десятые доли секунды. Побежала и тогда, побежала. Понравилась тебе, Вика? Скажи, очень. Проводите еще. Мы будем приходить, да? Немножко настрою нашей спортсменки, немножко. Она надеялась на солнышко, на тепло, тут как бы дождь. Ну, ничего страшного, скажи, да? Главное – участие. Вот, поучаствовали. Может, еще и на следующий год мы тоже скажи, попозьем. Еще до того, как у нас не было ребенка, я знала, что проводятся такие соревнования, и мне они всегда нравились. Очень супер настроены только на победу. У детячем забегу можно было знайсти новых сябров, те, как маленькая Викторая, зарабить першые в житте кроки. Выдатный настрой, смех и веселость супроводжали усе мероприемство. А подарунки отрымал кожный ягоудельник. Ганна Коральчук, Олеся Рудзянкова, телерадиокампания Гомельпры, подтримцы телеканала Мазир. Гэты, а так сама иншая новини вы можете знайсти на нашем сайте у интернеті по адресі www.tvrgomil.by На гэтым выпуск завершен. Усяго добрых и до новых встреч в эфире.